Для того, чтобы подключить ваш смартфон к Android Studio, вам нужно перейти в вкладку Tools, кликаем, либо кнопкой мыши, и вот смотрите, SDK Manager, кликаем по SDK Manager. Тут, значит, переходим в SDK Tools, и вот тут у вас будет Google USB драйвер, видите? У меня стоит, что же установлена, версия. Допустим, если у вас будет вот такой вот, у вас будет пустой квадрат, вы кликните, а отмечется галочкой, будет вот такая стрелка. Вам нужно будет кликнуть по этой стрелке и установить вот этот Google USB драйвер. После чего кликнем ОК. После того, как этот USB драйвер установится, вы также придите сюда на Tools, SDK Manager, и в SDK Tools, и посмотрите, чтобы у вас так же, как у меня, тире поставилось. Черточка. После того, как у вас этот драйвер установлен, вы должны сделать следующее. Теперь мы берем в руки ваш смартфон, переходим в панель настройки, спускаемся в самый низ о телефоне, и там, где номер сборки, до 10 табов делаем. Выходит сообщение о том, что у вас режим разработчика включен. У меня, так как включен режим разработчика, вышла соответствующая надпись. Далее, перевозвращаемся назад. И переходим в пункт для разработчиков. И здесь активируем не выключать экран. И нужно активировать еще свитч, отладка по USB. Он будет чуть ниже, спускаемся вниз. Вот, отладка по USB активна. На этом, в принципе, больше ничего здесь не выполняем. Выходим из пункта настройки. После того, как мы с вами настроили режим разработчика, установили специальный плагин в Android Studio, нам нужно взять USB провод и подключить ваш смартфон к вашему компьютеру через USB соединение. Выбрать, если у вас такие настройки в смартфоне установлены, что нужно выбрать тип взаимодействия смартфона с компьютером, то выбираем передачу файлов. И теперь, видите, у меня написано, что под Realme C3 подключился к нашей Android Studio. И, вы смотрите наверху, видите? Realme появился выбор. Если у вас будет какой-то Nexus тут или что-то еще другое, ну, то есть, не ваш смартфон, то не кликайте вот по этой кнопке, иначе запустится виртуальный смартфон. Если у вас слабый компьютер, зависит на очень долгое, вы будете 20 минут просто сидеть и втыкать, не понимать, что делать. Внимательно смотрите, как только появляется здесь ваш смартфон, тут можно разные смартфоны выбрать, то кликаем вот по этому зеленому треугольничку, ну, то есть, по кнопке Play. И снизу у нас, видите, пошел прогресс запуска, получается, начинается сборка вашего приложения и запуск этого вашего приложения на вашем смартфоне. Вот так просто и можно запустить разрабатываемое вами приложение на реальном смартфоне.